Бисмиллахи ррахмами ррахим Именем Аллаха Милостивого Милующего Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил Аллах Всевышний сказал О сын Адама, поистине до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня Я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных А потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя О сын Адама, поистине, если ты придешь ко мне с таким количеством прегрешений Что заполнят они собой чуть ли не всю землю Но встретишь меня, не поклоняясь наряду со мной ничему иному Я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи Передают со слов Ибн Омара, да будет доволен Аллах им и его отцом Что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Мне велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха И что Мухаммад – посланник Аллаха, и не будут совершать молитву и отдавать закат Если же они станут делать это, то защитят от меня свою кровь и имущество Если только ислам не предоставит мне права на них, а счет им будет предъявлен Всевышним Аллахом Сообщается, что Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Не дозволяется проливать кровь мусульманина, свидетельствующего о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха И что я – посланник Аллаха, если не считать трех случаев Когда речь идет о женатом человеке, совершившем прелюбодеяние Когда лишают жизни за жизнь И когда кто-нибудь отступается от своей религии и покидает общину Передают со слов Абузарра Аль-Гефари, да будет доволен им Аллах Что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передал Что его Всеблагое и Всевышний Господь сказал О рабы мои! Поистине я запретил несправедливость себе и сделал ее запретной меж вами Так не притесняйте же друг друга О рабы мои! Все вы были заблудшими, кроме тех, кому указал я правильный путь Так просите же меня направить вас на правильный путь, и я направлю вас О рабы мои! Все вы останетесь голодными, кроме тех, кого накормлю я Так просите же меня накормить вас, и я накормлю вас О рабы мои! Все вы останетесь нагими, кроме тех, кого я одену Так просите же меня одеть вас, и я одену вас. О рабы мои, поистине грешите вы ночью и днем, а я прощаю все грехи. Так просите же меня о прощении, и я прощу вас. О рабы мои, поистине никогда не сможете вы ни причинить мне вред, ни принести пользу. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были бы такими же благочестивыми, как и сердце благочестивейшего человека из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем я владею. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были бы такими же нечестивыми, как и сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем я владею. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили меня о чем-нибудь, а я дал бы каждому то, о чем он просил, это уменьшило бы имеющееся у меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество его воды. О рабы мои, поистине это только ваши дела, которые я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретет нечто иное, пусть не пеняет ни на кого, кроме самого себя. Передают со слов Абузарра, да будет доволен им Аллах, что однажды люди из числа сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришли к нему и сказали, о посланник Аллаха, богачи получат все награды, ведь они молятся подобно нам и постятся подобно нам, но помимо этого они еще и раздают милостыню от излишков своего богатства. На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, а разве для вас Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве садаки? Поистине садакой для вас становится каждое прославление и каждое возвеличивание и каждое восхваление и каждое произнесение слов нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и побуждение к одобряемому, и удержание от порицаемого, и даже совершение полового сношения каждым из вас является садакой. Люди спросили, о посланник Аллаха, неужели за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит свое желание, он получит награду? На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, скажите, если бы кто-нибудь из вас удовлетворил свое желание запретным образом, понес бы он наказание, но точно так же, если он удовлетворит его дозволенным образом, то получит награду? Передаются слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Каждый сустав из суставов, имеющихся в телах людей, должен давать садаку каждый день, в который восходит солнце. Проявление тобой справедливости, когда между двумя людьми возникает спор, есть садака, и оказание тобой помощи человеку, которого ты подсадишь на его верховое животное, или которому подашь его поклажу, есть садака, и доброе слово садака, и за каждый шаг, который ты делаешь на пути к молитве, тебе записывается садака, и устранение тобой с пути того, что причиняет вред людям, есть садака». Передают со слов Ан-Науаса ибн Самана, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Благочестие есть благонравие, а греховное — это то, что шевелится в твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди». Сообщается, что в Абисе ибн Маабад, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды я пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он спросил меня, «Ты пришел, чтобы спросить о благочестии?» Я сказал, «Да». Он сказал, «Спроси об этом свое сердце, ибо благочестие есть то, в чем почувствовали уверенность душа и сердце, а греховное — это то, что продолжает шевелиться в душе и колебаться в груди, даже если люди не раз скажут тебе, что ты поступил правильно». Сообщается, что Абу-Наджи Халербат ибн Сария, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к нам с увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы. И мы сказали, «О посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося, так дай же нам наставление». Он сказал, «Вот мое наставление вам. Бойтесь всемогущего и великого Аллаха и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет невольник. Поистине тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много раздоров, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и судны праведных халифов, ведомых правильным путем. Ни в чем не отступая от этого и полностью избегая новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение». Сообщается, что Муазы бен Джабль, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды я сказал, о посланник Аллаха, расскажи мне о таком деянии, которое позволит мне войти в рай и удалит меня от огня». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ты спросил о великом деле, но поистине оно будет легким для того, кому Аллах облегчит это. Поклоняйся Аллаху и никому более наряду с ним. Совершай молитвы, выплачивай закят, постись во время Рамадана и соверши хадж к дому». Потом он сказал, «Не указать ли тебе на врата благо, это пост, который является щитом, и садока, которая тушит прегрешения, подобно тому, как вода тушит огонь, и молитва человека глубокой ночью». После чего он прочитал аят, «Те, которые отстраняются боками своими от лож, взывая к Господу своему со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем мы их наделили, и не знает ни один человек, какая радость скрыта для них в воздаяние за то, что они делали». Потом он сказал, «Не поведать ли тебе о главе этого дела, его столпе и его вершине?» Я сказал, «Да, о посланник Аллаха». Он сказал, «Глава этого дела – ислам, столб его – молитва, а вершина его – джихад». Потом он сказал, «Не поведать ли тебе о главной части всего этого?» Я сказал, «Да, о посланник Аллаха». Тогда он взялся за свой язык и сказал, «Придерживай у себя это». Я сказал, «О пророк Аллаха, так с нас и в самом деле спросится за то, что мы говорим». Он сказал, «Да лишится тебя твоя мать». А разве будут ввергать людей лицами или носами в огонь за что-либо, кроме клеветнических речей?» Передают со слов Абу Салиба Аль-Хушанни «Джурсума ибн-Нашиба», «Да будет доволен им Аллах», что посланник Аллаха, «Да благословит его Аллах и приветствует», сказал, «Поистине Аллах Всевышний возложил на людей исполнение религиозных обязанностей, так не пренебрегайте же ими. И установил границы, так не приступайте же их. И запретил некоторые вещи, так не нарушайте же эти запреты. И умолчал о некоторых вещах по милости своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их». Сообщается, что Абуль Аббас Сахаль ибн Саада Саиди, «Да будет доволен им Аллах», сказал, «Однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел какой-то человек и сказал, «О посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за которое меня полюбит Аллах и полюбят люди, если я совершу его». В ответ на это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Отрекись от мира этого, и полюбит тебя Аллах. Отрекись от того, что есть у людей, и полюбят тебя люди». Передаются слов Абу Саида Саада ибн Синана Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Недопустимо причинять вред не без причины, не причинять вред в ответ». Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Если людям станут давать требуемое ими только на основании их притязаний, то одни обязательно станут покушаться на имущество и жизнь других, а поэтому притязающему следует представить доказательства, а отрицающему принести клятву». Сообщается, что Абу Саид Аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет сделать этого, пусть изменит это своим языком, а если не сможет и этого, то своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры». Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг другу, не перебивайте торговли друг другу, и будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто из мусульман не притеснять другого, не обманывать его, не относиться к нему с презрением, не оставлять его без помощи, а богобоязненность скрыта здесь». И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, трижды указал рукой себе на грудь, после чего сказал, «Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в исламе, и для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина». Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня Воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение и в мире этом, и в мире ином. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином. И Аллах будет оказывать помощь своему рабу, пока сам раб оказывает ее брату своему, вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания. Аллах за это облегчит путь в рай. А когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие и покрывает их милость, и окружают их ангелы, и поминает их Аллах среди тех, кто находится пред ним. Тому же, кого станут задерживать дела его, происхождение его не поможет двигаться быстрее. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сообщил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передавший слова своего Всеблагого и Всевышнего Господа, сказал, «Поистине Аллах записал добрые и дурные дела, после чего разъяснил это. За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого доброго дела. Если человек решит совершить доброе дело и совершит его, Аллах запишет за ним у себя совершение от десяти до семисот и многим более таких добрых дел. За тем, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у себя совершение целого доброго дела. А если он решит совершить дурное дело и совершит его, Аллах запишет за ним одно дурное дело». Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Поистине Всевышний Аллах сказал, «Я объявляю войну враждующему с тем, кто близок ко мне. Любимейшим из всего, что бы не делал раб мой в стремлении приблизиться ко мне, является для меня то, что я вменил ему в обязанность, и будет раб мой стараться приблизиться ко мне, делая больше положенного, пока я не полюблю его. Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которую он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. И если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это. А если обратиться ко мне за защитой, я обязательно защищу его». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!